Это универсальный формат. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! Вместе со всей бригадой выпуска я рада приветствовать всех, кто сейчас дома. Вся человеческая жизнь противоречива, конфликтна, неоднозначна. И это же самое можно сказать и о супружеских взаимоотношениях. Ну, семейное счастье возможно, но вот путь к его достижению имеет свои секреты. Знания некоторых из них при желании работать над собой способны уберечь от многих семейных ссор, сохранить благоприятную атмосферу в семье и способствовать правильному воспитанию детей. Как вы, наверное, уже поняли, сегодня наша очередная программа в продолжении конкурса «Секреты счастливых семей». Я сейчас напомню условия, расскажу про приз, но сначала знакомьтесь, пожалуйста, с гостями нашей сегодняшней студии. У нас большая, на мой взгляд, семья Измайловых сегодня в гостях. Глава семьи Алексей, мама Мариана и девочки. Начнем по старшинству, да? Алина, Кристина и Владислава или, как ее зовут, в семье Лада. Правильно так зовут Лад? Правильно. Ну а рядом со мной Наталья Наумова, кандидат психологических наук, психотерапевт и заведующая кафедрой педагогики и психологии Академии Наяновой. Не с целью оценить, правильно или нет строить свои взаимоотношения нашей семьи, а с целью, в общем, тоже нас чему-то опять-таки научить. Итак, в продолжении конкурса «Секреты счастливых семей», который идет у нас уже с 16 октября и окончание конкурса будет 16 января. Этот конкурс мы проводим вместе с Акционерным обществом «Амвэй» и журналом «Телесемь». Итак, что нужно сделать для того, чтобы принять участие в конкурсе? Нужно всего лишь навсего отправить свою историю семейного счастья по адресу секретсобакасамарагиз.ру. После этого мы с вами познакомимся, к вам приедет наш корреспондент, снимет маленький сюжет про вашу семью и оценивать победителей. Будут наши зрители. Каким образом? С 17 января с 0 часов по 20 января на интернет-портале samara24.ru пройдет зрительское голосование, мы определим победителя. И сейчас о главном призе. Главный приз у нас изменен. В общем, наверное, я даже рада об этом вам сообщить, потому что он достаточно необычный. Это тоже будет небольшое семейное путешествие, но только не в Казань, как мы изначально предполагали, а в Москву. Для чего? В Москве состоится уикенд-фестиваль традиционных напитков мира «Полная чаша». Семья отправляется туда 8-9 февраля. Организаторы конкурса, естественно, оплачивают поездку, проживание. Проживание, кстати, будет в историко-культурном центре «Этномир». Это такой огромный, в общем-то, музей на границе Московской и Калужской области. И он состоит из неких павильонов, которые соответствуют различным странам, различным народам. То есть это потрясающее совершенно, на самом деле, зрелище, которое посещает ежегодно более 300 тысяч человек. Сегодня нашла вот такую информацию. Ну а что такое будет фестиваль напитков? Это можно будет попробовать, я не знаю, просто всевозможные напитки мира. Это греческие амфоры и вина Италии, славянский сбитень, квас и медовые напитки. Это чайные церемонии. Я всем нашим участникам желаю победы. И обязательно поехать на это мероприятие и потом поделиться с нами впечатлениями. Ну вот, очень много говорила, уже думаю, что хочется услышать вас. Я сначала, в начале программы, представляя вас, сказала, что вы большая дружная семья. Я ни в чем не ошиблась. Вы дружная семья. Конечно, дружная. Алин, а в чем выражается то, что семья дружная? Только в том, что никто никогда не ссорится или это вот что-то другое? Мы помогаем друг другу, заботимся друг о друге. Я помогаю Кристине с домашней работой. Алина и Кристина учатся в гимназии. И как мы только что выяснили перед эфиром, совсем это непросто. Очень большая нагрузка. И, наверное, несколько языков, да, Алин, или один? Русский, английский и вот совсем классно будет еще немецкий. То есть... И французский еще у нас есть. А, вот так вот. Ну, кстати говоря, много. Кристина, ты уже какой-то язык начала учить? Да. С первого класса идет английский, да, Мриан? Да. К маме с папой. Сразу девчонок начала. К маме с папой. Скажите, пожалуйста, вот у вас трое детей. Это планировалось? Или вы как-то поэтапно приходили к таким решениям? Была программа? Наверное, я расскажу эту историю. На самом деле, я всегда мечтала о большой семье. Я надеюсь, что я доживу до внуков, и их будет много. Я не знаю, как решился муж на такое количество, потому что он один в семье. Да, один мужчина. Это, в общем-то, героический для него поступок, я считаю. Вот. А для нас как бы традиционно. Он у нас двое в семье, мы две сестры. И я всегда мечтала о большой дружной семье. Когда мы только поженились, у нас было так достаточно... Я студентка была, муж только закончила, начинала работать. То есть материальное положение. Мы не задумывались о том, что у нас будет так много детей. Потому что мы боялись, что мы не сможем их обеспечить, так скажем. То есть такие опасения все-таки были? Были, конечно. Но наши родители, мои родители сказали нам так. Так, если появляется ребенок, значит, Бог предусмотрел для него место. И мы были рады и счастливы появлению каждого нашего ребенка. Но мальчика-то все-таки ждали. До сих пор ждем, собственно. Вы знаете, я не буду лукавиться. Я еще до свадьбы мужу сказала, что если у нас будет семья, то у меня будут только девочки. А вот так вот? Почему-то я это ощущаю. А вы поверили, Алексей? Ну, по-видимому, не сразу. Я сразу ей поверил после нашего знакомства. И верю до сих пор, поэтому обязательно будут мальчики. А это была любовь с первого взгляда? Ведь у всех по-разному бывает. Кто-то совсем в первый момент друг друга не может оценить. Ну, скажу, не с первого, а со второго. А второй быстро после первого случился? Вы знаете, как-то все было очень весело. Нас познакомил общий друг. И когда мы встретились, мне второй раз Алексей позвонил и говорит, Мариан, давай с тобой постречаемся месяца полтора. Я думаю, ничего себе предложение, мне еще такого никто не делал. Я отсчитала полтора месяца, там было седьмое, по-моему, или восьмое мая. Я говорю, ну хорошо. Мы встречались полтора месяца, он мне звонит в тот день, когда мы должны были расстаться и говорит, Мариан, какие планы на 9 мая, я тебя приглашаю на праздник, мы пойдем в компанию. А он забыл к тому времени про полтора месяца? А я ему говорю, Алексей, я вынуждена тебя как бы разочаровать, потому что сегодня мы с тобой должны расстаться. Он такой, а что случилось, вроде мы не ссорились, сразу огорчился. И я ему говорю, а сегодня полтора месяца прошло. Он говорит, ты о чем? Я говорю, ну вот, помнишь, ты мне позвонил, такое предложение мне сделала. Это женщина все-таки как ухудрый, а? Он говорит, а давай еще полтора месяца встречаться. Выдерживает условия контракта. Да, при этом, когда он мне делал предложение уже руки и сердца, он мне тоже сказал, давай, говорит, на полтора года с тобой заключим такое соглашение, поживем полтора года вместе. Ну вот мы уже 15 лет вместе. На 50 лет-то уже заключили, я надеюсь. Да, мы пролонгировали. Или все-таки папа продолжил. Пролонгировали. Пролонгировали. Договор, да, продолжается. Да, мы уже. И еще пару лет и пролонгируем было навечно. Папа у нас чисто юмора, по всей видимости. Ну это как раз вот говорит о том, что человек не бросает слов на ветер. Вот как раз человек серьезный. Он не знает, на сколько он там, на 30 готов, он не знает свои чувства дальше. Поэтому он точно знает полтора месяца, полтора года. Он точно никого не обманывает. Это человек-слово, да. Вот, поэтому он знает маленький срок, но он точно его выдержит. А потом по ходу пьесы он понял, что он может себе позволить и далекую жизнь, и трех детей, и так далее. Человек-слово. Кристин, скажи, пожалуйста, вот если папа что-то пообещал, он обязательно выполнит? Не факт? Нет, если папа пообещал, то да. Мама бывает, не всегда сдерживает, к сожалению, слово в связи с обстоятельствами. Я просто не всегда успеваю что-то сделать, то, что пообещала. Но обязательно, то есть в дальнейшем все равно мы не подводим детей. Правильно я говорю или нет? Ну это очень волнительно, на самом деле, отвечать и в студии. Ничего удивительного, что девчонки волнуются. Ладочка, а скажи, пожалуйста, у вас дружная семья? Дружная? А что нужно сделать, чтобы семья была дружной? Вот ты что делаешь? Ты, наверное, всех слушаешься, ни с кем не споришь. Да? Или споришь с кем-нибудь? А кто твой самый лучший друг в семье? Мама, папа? Или мама лучший друг? У нас у Лады прозвище миротворец. Если кто-то ссорится, она обязательно всех мирит. Что вы говорите? А как она это делает? Она подходит и говорит, не надо ссориться. Я вас прошу не ссориться. Она подходит и говорит, мама, ну ты же женщина, помирись с папой. Подходит к папе и говорит, папа, ты же мужчина. Ну подойди первый к маме. Подойди к маме, поцелуй. Конечно, всякое бывает, да. Наверное, было бы скучно, если бы все было ровно. Но это же ребенка, кто-то же этому научил, наверное, откуда? Дети, это биологические компьютеры, в которых все уже заложено абсолютно. Она, может быть, не знает там законов педагогики или психологии. Она просто чувствует, что ей дискомфортно, когда вот кто-то разобщен. Потом она идет и себе, создавая комфорт, говорит, идите быстро помиритесь. Мама с папой помирились, и ребенку хорошо. Компьютер сработал, программа починилась. Это как вот, как Касперский, убрать вирус. Она убрала, почистила энергетику в семье, хорошо. Кристина, ну скажи, пожалуйста, нам, все-таки вот, чтобы семья дружная была, никто не ссорился, что нужно для этого сделать? Как ты думаешь, можно что-то сделать? Доброй, может быть, быть. Алина, как ты считаешь, что нужно, чтобы семья была крепкой, дружной, настоящей? Понимать друг друга, поддерживать, помогать друг другу. Вот у тебя же будет когда-то тоже семья, правильно? Конечно. Скажи, пожалуйста, ты в этой семье будешь делать что-то из того, что делают твои родители? Они являются ли для тебя примером вот такой настоящей семьи? Да, являются. Ну, они тебя этому специально учат, либо ты просто смотришь, вот как они живут? Скорее всего, я просто смотрю, как они живут. А бывают когда-то, вот ты с чем-то не согласна, например, с родителями, вот ты считаешь, нет, не так, надо было? Бывает. И что ты в этом случае делаешь? Молчишь? Нет, я говорю маме, как я считаю, а потом мы уже смотрим, как лучше поступить в данный момент. То есть сначала вы скажете один свое мнение, потом другое, а потом договаривайтесь. Ну да. Ну вот в принципе, потому что всегда есть разные точки зрения, главное договариваться. Ну я считаю, что очень важно слышать детей, потому что когда мы были детьми, не понимали некоторых моментов, что как донести взрослым, что нужно общаться. И очень важно именно взаимопонимание услышать, потому что они прогресс. Они даже знают больше нас, они чувствуют лучше нас, тоньше нас чувствуют. Поэтому мы стараемся прислушиваться к ним. И я хочу, чтобы именно этот момент был традиционным в семье. Вы знаете, вот что нужно для того, чтобы семья была крепкой и дружной, мы неоднократно спрашивали у жителей нашего города, у взрослых. А сейчас мы решили спросить у детей, что они думают. Давайте сейчас мы вместе с вами посмотрим. Счастливая семья, она та семья, в которой есть мама, папа, счастливая семья. Дети там, хорошие дети, они поддерживают своих родителей, родители поддерживают своих детей. Моя семья очень счастливая. Я рад, что у меня такая семья. У меня есть младший брат, я с ним играю. Мне очень нравится моя семья. В счастливой семье всегда должно быть оба родителя, очень много детей и, конечно, взаимопонимание, чтобы все родственники понимали друг друга и готовы были поддержать. Семья вообще, как нас учат на уроках общества знания, это базовая ячейка общества. Но счастливая семья, она очень счастливая, большая, радостная. Везде вместе все, всегда, все друг другу помогают во всем. Счастливая семья – это когда у ребенка есть папа и мама, они живут в любви и согласии. И не забывают про своих старших бабушек и дедушек. У меня многодетная семья, она состоит из шести человек. Там четверо детей и мама, и папа. Я думаю, что мы все друг друга любим, поддерживаем, помогаем. Я люблю свою семью, наша семья счастливая, она полная, у нее есть мама, папа, бабушка и дедушка. Мы все живем вместе в любви и согласии, взаимопонимаем, друг друга понимаем в нужной ситуации. Ну, собственно, вот, кто-то с чем-то не согласен из детей. Кристина, тебе понравилось, как ребята говорили? Мне трудно не согласиться. А ты кем будешь, Кристина, когда вырастешь? Ты еще не решила? Восемь лет, я думаю, она еще не задумывается над этим. Ну, редкий случай, когда бывает раньше, да? А ты чем занимаешься, кроме того, что ты учишься? Ты чем-то еще, наверняка, да? На танцах. А какие танцы? Танцевальный коллектив «Грация». Современные танцы, да? Они стилизованные, народные, стилизованные, так сказать. Кристина, а ты сама захотела или это мама решила, что ты будешь ходить? Говори, как есть. Мама сказала. А ты вот хочешь ходить на танцы, тебе нравится? Да. Ну, вот, то есть мама не ошиблась в выборе? Нет. Еще она хочет плавать и постоянно донимает папу. Хочет, но еще пока не плавает. Но пока не плавает. Нет. Ну, случится это? Обязательно. Папа же пообещал, а папа всегда держит свое слово. А ты сможешь все успевать и учиться, и на танцы? Или бросишь танцы? Будешь и танцевать, и плавать? Алексей, скажите, скажите, пожалуйста, вот то, что вы единственный представитель мужской части человечества в этой семье, это легче или труднее вот так вот? Может быть, я не знаю, коль скоро вы один мужчина, то все вот, как вы сказали, так и есть? Или как? Нет. Даже с младшими детьми, как бы, здесь достаточно сложно порой, потому что хоть она и маленькая, но она уже личность, и каждый смело высказывает свою точку зрения. Мне очень сложно, как бы, я никогда не веду себя как авторитарно, то есть не могу сказать, вот сказал, чтобы они сделали именно так. Тем более, всегда мама принимает участие, поэтому как бы на семейном совете мы всегда решаем, как правильно, как нужно. А что касается того, что у меня дочери, конечно, хотел я, и надеюсь, что еще это все будет, но я очень рад и очень довольный, я счастлив, что у меня три девчонки. А у вас в семье сколько детей было? У меня, я один, я один. То есть, как воспитывать девчонок, вы представления не имеете? Нет, нет. Вот мне кажется, каждый мужчина знает, как воспитать сына, да, а вот как воспитать дочь-то вот? Он не знает, он думает, что он знает, как воспитать сына. Точно так же, как и... Даже на примере дочерей я вот пришел к такому же выводу. Тоже думает, как воспитать, но это все на практике, на опыте. И иногда часто вот мужчины думают шаблонно, хочу сына и так далее, не понимая, что дочки – это совершенно другое счастье, ну, как бы другого качества, да? Вот какая-то нежность ласка, которая вот умноженная вот в четыре, вот он находится сейчас в малине, да, как говорят в народе. Вот, это и большие, и маленькие подобия своей любимой жены. Ну, это разве не умноженное, там, в три на четыре раза? Да он счастливый мужчина. Да это, собственно, можно его и не спрашивать об этом, и так видно. Ну что ж, я хочу вас поблагодарить за то, что вы все-таки выбрали время с такими сложностями. Александр вот буквально сбежал к нам, приехал из командировки. Спасибо, что пришли, и мы вам желаем победы, мы желаем именно вам поехать на фестиваль, потом рассказать нам обязательно об этом, показать фотографии. Ну, а самое главное, продолжайте, собственно, жить, как вы живете, вот так вот любить друг друга, слушать и так далее. Сейчас вместе с нашими зрителями мы посмотрим сюжет про семью Степановых, познакомимся с ними пока вот в виде сюжета, а после этого мы ждем их в нашей студии. Череда случайных событий привела к чрезвычайному счастью в жизни Маши и Дениса. Три года назад на танцполе ночного клуба незнакомая девушка нечаянно наступила на ногу молодому человеку. Денис рассердился и строго потребовал извинений, и зачем-то отдал девушке свой телефонный аппарат. Маша подумала, надо же, какой интересный способ познакомиться. Набрала свой номер и молча отдала телефон Денису. На этом все общение закончилось. В тот день я не знала, как его зовут, и когда я пришла домой, у меня подруга спрашивает, я рассказываю про такое необычное знакомство, и она говорит, а как его зовут? А Денис мне не говорил своего имени, я говорю, наверное, Денис. Почему? Вот просто так взять с неба имя и сказать, я говорю, ну, он такой строгий, как Денис. И как я попала, я не знаю, как я угадала. Уже утром Денис позвонил и позвал Машу лепить снеговика. Долгие прогулки вдвоем и с друзьями, разговоры ни о чем и о самом важном. Совсем скоро стало понятно, друг без друга уже нельзя. Я собрал друзей, мы написали плакаты, Машенька, выходи за меня, и под окном не стояли. На самом деле я не ожидала, был обычный рабочий день. Мне просто с вечера было сказано одеться понаряднее. Думаю, ну, может быть, там какой-то поход в кафе, может быть, в гости кому-нибудь, потому что у нас это нормально. Я смотрю в окно, я смотрю вниз и вижу все эти плакаты, и у меня слезы счастья, нет слов. И менеджер, иди раньше домой, отпустил меня. Семейную жизнь Степановых скучной не назовешь. Супруги любят путешествовать. Еще ни один совместный Новый год они не встретили в Самаре. Любят активный отдых. Денис очень неординарный, веселый, необычный человек. Ему что-нибудь выдумать, кого-то повеселить, какой-то неординарный подход придумать. Это прям на раз. Не скучно нам себя чувствовать. То есть день не удался, да, если что-то мы не вытверили, как-то мы не пошутили, кого-то не удивили. Еще одно совместное увлечение – это чтение книг. Маша признается, была сражена на повал, когда узнала, что Денис любит читать. Дениса привлекли музыкальные пристрастия девушки. Что меня покорил? Во-первых, музыкальный вкус, потому что в этом заведении музыка не как везде. Потом, то, что она маленькая, красивая, миниатюрная. Пока супружеская пара налаживает отношения друг с другом. Небольшие конфликты заканчиваются признаниями в любви. Да и ссориться Маша и Денис нечасто. У вас есть традиция? Какая? Целоваться по утрам, перед выходом. Это просто. Да, это на самом деле традиция. Далеко вперед супруги не заглядывают, живут сегодняшним днем и наслаждаются каждой минутой, проведенной вместе. Я бы вообще хотел, да, чтобы было много детей. Да, я тоже хочу, чтобы было много детей. И моя семья, ну, как большая, средняя большая, у нас трое детей в семье. Вот, и Денис один, наверное, ему было скучно, и он тоже хочет большую, крепкую семью, чтобы все друг за другом стояли. Ну, а теперь, пожалуйста, знакомьтесь с ребятами, они в нашей студии. Молодая семья Степановых, Мария и Денис. Добро пожаловать к нам. И вместе с нами осталась Наталья Наумова, психотерапевт, кандидат психологических наук. Мы, на самом деле, с Наташей с удовольствием смотрели сейчас сюжет, вот, и очень рады познакомиться с ребятами. Ну, вдруг кто-то только что подключился к нам. Я напоминаю, что сейчас проходит конкурс «Секрет счастливых семей», который проводит телеканал «Самара ГИС ООО «Амвэ» и журнал «Телесемь Самара». Для того, чтобы поучаствовать в конкурсе, вам нужно всего лишь навсего прислать свою историю семейных отношений на адрес секрет-собака-самара-гиз.ру. Если не записали, ничего страшного, мы сейчас туда покажем вам еще не один раз этот адрес. И в январе с 16-го числа по 17-го по 20-е будет проходить голосование, где зрители определят победителя. На самом деле, призы получат все, никто не останется без подарка. Ну, а главный наш приз – это поездка в Москву, в историко-культурный центр «Этномир» на фестиваль напитков мира «Полная чаша». Будет очень интересно, очень познавательно. Маш, вдруг вы выиграете этот конкурс. Кого вы еще возьмете? Потому что путешествие вообще рассчитано на четверых. Кто к вам присоединится? Ну, я думаю, что к нам присоединятся родители, тот, кто сможет, тот, кто пожелает. Потому что родителей мы очень любим и уважаем, и на самом деле очень благодарны им за моральную поддержку, за финансовую какую-то помощь, потому что они всегда за нас, очень за нас переживают и очень нас любят. А в плане советов каких-то, именно как складывается семейная жизнь, обращаетесь ли вы к родителям? И кто из вас обращается к родителям? Я крайне редко. Про супругу не знаю, она... Ну, я достаточно самостоятельный человек, я в основном решаю все сама. Какие-то основные советы, основные базы, положения я получила, это когда я жила с родителями в семье, когда была там младше, была более молодая. А сейчас я самостоятельная. Вы их опыт для себя вот пока взяли на вооружение, пока не выработан свой. Опыт родителей, он для вас полезен, вы будете что-то в своей семейной жизни использовать? Несомненно, это же первое, что мы видим, это семья. И все это мы берем в свою семью, в свою жизнь, что-то привносим своего. То, что нам нравится или кажется... Времена меняются, что-то, может быть, уже не так актуально, что-то нужно изменить. Мы читали вашу историю, я обратила на это внимание, и сейчас услышала, что Денис называет Машу супругой, не женой. Почему? С чем это связано? Почему он супруг? Не знаю, как... Так, как-то, ну, статус выше, что ли, не знаю, жена, это как-то так вот в халате, в бигудях что-то такое ходит. А супруга это... А супруга это что? Любимая, родная. Очень приятно, когда он знакомит с коллегой, с каким-то другом, он представляет. Это моя супруга Маша. Очень, на самом деле, приятно. Такой вот приятный смысл, такой высокий. Какой-то, Насташа, вы тоже обратили на это внимание, да? Да, я обратила внимание. Не просто жена супруга. Ну, вот это же не просто так. Вообще, если мы возьмем этимологию, да, вот, ну, семантику, смысл слова и происхождение. Вообще, жена пошло, сокращенное слово от старорусского, женщина, жена, да, женщина, но это не какая-то, а моя женщина. И муж, это мужчина, только сокращенный муж, не чей-то там мужчина, а мой. А вот супруг и супруга идут чисто исторически, опять от старославянского слова, сопряженные в одной упряжке, супружницы в одной упряжке. Поэтому, обозначая, так это моя супруга, он же просто, ну, как бы озвучивает сознательно, бессознательно, что мы вместе в одной упряжке тянем, как бы, вот, общий. Но это даже не то, чтобы тянем, да, это приятная такая ноша. Бывает, ноша тяжелая, а бывает приятная. Но это точно, как бы, одна упряжка, как вот защелкнутые люди вместе, подобранные. Никогда не думала об этом. Я знала, я знала значение этого слова. Ребят, полтора года ваш семейный стаж, и мы сейчас будем выпытывать ваши секреты, они уже наверняка какие-то есть. Но сначала давайте мы вместе с вами, со зрителями, посмотрим сюжет еще про одну семью, которые также являются участниками нашего конкурса, а затем продолжим наш разговор. «Сколько детей у вас будет?» – спросил на свадьбе тамада молодоженов Фирсовых 16 лет назад. Новоиспеченная жена, не подумав, пошутила. Трое. Так и получилось. Леша мечтал мальчик, сын, чтобы был. Вот, у нас первая родилась Анюта. Действительно, действительно. Вот, замечательная красавица. Думаю, ну ладно, второй будет мальчик. Вот у нас Настюша родилась. Мы пока решили, думаю, ну, как-то тяжеловато все равно в наше время, двое детей уже трудно. Вот, потом через какое-то время, нет, все-таки мы так хотим сыночка. Все говорили, так как же у вас вдруг опять девочка? Я говорю, ну что ж, тогда как итальянцы в России. Большая семья, большие хлопоты. Но родители не унывают, работают. Дети после школы заняты в секциях танцев и ушу. А в свободное время помогают родителям по хозяйству. Я обычно делаю уборку по дому, а Настя с Илюшкой играет. Когда-то Галя и Леша тоже были детьми и учились в школе, в одном классе. Девочка, как девочка, думал Леша. Потом они подружились, а когда школа была позади, вспыхнуло большое взаимное чувство. Когда я служил в армии, мы переписывались. Поэтому я могу сказать, что я единственный со всей ротой, которая была своего призыва. Девушка, которая начала писать сначала, она писала до конца. Поэтому я был очень большим. После армии молодые люди поженились и началась настоящая семейная жизнь. Но романтику первых дней не забыли. Постоянно делают друг другу приятные сюрпризы. Может и сейчас, например, что-то заметить, что мне понравилось даже в магазине. Потом через какое-то время прихожу домой, у меня дома, например, вот этот подарок ждет. Я говорю, Леша, как ты, что заметил, что мне это понравилось? Все дни в семье расписаны по минутам. Детей в школу, после на секции, а вечером за уроки. Большую помощь оказывает бабушка. Она живет неподалеку и часто занимается с детьми. А вот сложности во взаимоотношениях супруги предпочитают решать один на один. Когда тяжело, я говорю, Леша, давай остановимся, вспомним, как нам было хорошо в первое время после свадьбы, как у нас внутри все это. И вот когда на второй план уходят все остальные проблемы, ссоры. И я говорю всегда, посмотри мне в глаза, и все будет понятно. То же самое вот и Леша. И это очень помогает на самом деле. Больше сейчас не ругаемся. Стараемся. Секрет семейного счастья во взаимопонимании и взаимоподдержке, считают супруги. Он меня всегда поддерживает. Что-то нужно посоветоваться. Я первым делом иду, конечно, к Леше. А вот поделиться радостью, то же самое. Как-то нам вместе весело, интересно. У нас есть увлечения куча. Почему мы так сохранились? Потому что я не знаю, вот то чувство, которое у меня было к ней на тот момент, оно у меня осталось. И поэтому, как бы, ну, просто поэтому. Потому что она у меня есть против нее, и я люблю, и все. Вот так и живет счастливая семья Фирсовых. Наташ, ну как вам? Вот как вот люди вот приходят к тому, что вот надо так? Ну, я так думаю, что никто в самом начале не планирует. Вот у нас будет трое детей, третий из них мальчик, две девочки для души, мальчик для продолжения рода. Я думаю, что так никогда и не получится. Тут ведь главное взаимоотношение между супругами, мне теперь очень нравится, вот такое название, как Денис ввел, да? Вот эти взаимоотношения, и кроме «люблю», кроме «симпатии», вот слово «люблю» и взаимоотношения, они должны обязательно внутри иметь еще и ответственность. И вот как раз может быть сейчас вот перед нами семья, у которых еще пока нет детей. Но это как раз тот этап, когда они берут ответственность друг за друга. И вот когда они точно уже будут знать, что могут себе проговорить, да, я несу ответственность свою жену, свою супругу, я несу ответственность, тогда мы можем перейти к следующему этапу, заведение детей, и я могу нести ответственность за детей. И вот я думаю, что это второй, третий ребенок, это когда ты смог нести ответственность за этого, за этого. И уже это тебе по силам, и еще и приятно. Ну вот Наташа сказала, что никто не планирует, что будет там столько-то детей, мальчик, девочка и так далее. Или планирует кто-то? Вот как ваша семья собирается прирастать в будущем? Кем? Ну мы как-то с... были всегда разговоры о том, что дети, конечно, будут, и мы оба хотим большую дружную семью. То есть мы хотим... По возможности много детей, насколько получится, позволит экономическая обстановка, здоровье. Потому что я из большой семьи, я привыкла к тому, что вот братья, то есть все собираются за ужином, все вместе обсуждают дела. Денису, наверное, было скучно, так как он... А вот не факт, что ему, может быть, наоборот, ему было очень комфортно. Нет, дело в том, что у меня у мамы и у папы тоже большие семьи, много. У меня очень много двоюных родственников, то есть братьев и сестер. То есть я прекрасно вижу все эти семьи, как собираемся на каких-то праздниках или прочих мероприятиях. И поэтому тоже хочу большую семью. А уж кто там будет? Как Бог даст, да? Любой мужчина хочет обязательно мальчика, а там уже для начала. А потом так бывает с девочками. А там разговариваемся. Совершенно верно. А что за история там такая с плакатами, с чем-то таким? Маш, а после этой истории Денис, он всегда такой романтик до сих пор? Денис очень уникальный, удивительный человек. Он как и лед, и пламень. Интересно, как в нем это сочетается. Он, с одной стороны, и строгий, с другой стороны, и очень нежно-романтичный. Бывает, он все дома растает, всех построит и меня, и кошку. А, и кошку таки строит. Да, а бывает, с другой стороны, заласкает нас, обнимает, когда мы лежим на диване, с одной стороны, я, с другой стороны, кошка, он лежит, говорят, девчонки мои, очень любят нежности. Денис, почему именно плакаты, именно в такой форме? Как это пришло в голову, как это рождалось? Это вы сделали для себя или для Маши? Ну, безусловно, для себя, чтобы самоутвердиться и показать, что я такой вот, не как все. Любит на публику, любит удивлять, любит шокировать, любит веселить. Он, наверное, любит вашу оценку этого? Ну, моя была там самая главная оценка, конечно. А как долго вообще надо самоутверждаться? Вы уже нормально утвердились уже или еще будете продолжать? В плане чего? Ну, в плане вот по отношению к супруге. Вы по-прежнему будете доказывать ей, какой вы мачо, супермен? Каждый день буду доказывать. Наташа, ну, а вот вообще так, стоит это делать на протяжении всей жизни как-то или у каждого по-разному? Я думаю, что Денис немножечко лукавит относительно вот такого самоутверждения, да, он тут у нас достаточно с юмором относится. Вот это самоутверждение – это некий внешний фантик, я так понимаю, внешний фантик для того, чтобы где-то сделать жизнь, даже и первые взаимоотношения, более красивыми и необычными, и нестандартными. И хорошо, если этот фантик увидит еще и другие из окна, и плакат, и так далее, и пусть эти подружки позеленеют, и там соседи, и так далее. Почему нет? Вот. Но ведь у фантика всегда есть там такая незаметная бумажка, а в ней внутри вот нечто сокровенное, что не всегда всем можно развернуть. А вот это нечто сокровенное – это вот как раз там, где он нежный, ласковый, и кошку, и жену, и всех. И это нечто такое интимное, теплое, что, в общем-то, они и не проговорят, и нам с вами не подарят. Это их. А фантики-то, конечно, наверное, это такой конкурс, у кого красивее. Пока вот у них самый красивый фантик. Ребята, давайте маленький такой блиц-опрос. Естественно, это никакой не экзамен на знания друг друга. Воспримем это с чувством юмора, которым в полной мере Денис обладает, да, и Маша. Ну, вы свою первую встречу, естественно, оба помните. Да. Да. Ее невозможно забыть. А вот во что был одет Денис? Джинсы и рубашка. А Мария? Блондинка. Во что одета? Блондинка. Розовые бантики, да. Так, понятно. А кто первый признался в любви? Я. Наверное, я. Какой был первый подарок Марии? Какой она первый подарок вам сделала? Она мне? Никакого. Я затрудняюсь. Так, а наоборот, Денис, какой первый подарок подарил? Был букет цветов. Каких? Сборный, красивый, замечательный такой зимний букет. Денис, как вы считаете, что больше всего ценит вас, Мария? Какое качество? Мария во мне ценит. Я тебе не подскажу. Безусловно, твои плюсы. У меня их просто так много, что я не знаю, которые назвать сейчас. Ну, скорее всего, взаимность. То, что я привязан к ней. Мы вместе рассудительно, как всем проблемам относимся и все обсуждаем. Угадал? Да, это для нас очень важно. Что ценит вас, Денис? Что он во мне ценит? Наверное, то, что я его чувствую. И когда ему некомфортно, я могу понять, почему. В общем, совершенно взаимно, да? Да. То есть они бессознательно рассказали самый большой секрет семейного благополучия. Это взаимопонимание. А взаимопонимание, оно же делится на взаимопринятие, взаимоподдержку, взаимууступки, взаимомолчание, взаимолюбовь. Вот это вот все взаимодоговориться. Вот и они взяли и проговорили секрет. Вы взаимомолчанием пользуетесь? Да, бывает такое, когда я чувствую, что Денису совершенно не хочется разговаривать. И это тот момент, когда... Вы не пристаете, Денис, поговори со мной, поговори со мной. Я тоже могу. Ребят, огромное спасибо за то, что вы пришли. Вот на самом деле все приходят и говорят, вот у нас дети, вот мы столько лет прижили. Молодцы, да, здорово. Вот вы рискнули, я считаю, вы смелые. А вот мы полтора года прожили, но нам есть о чем рассказать. Спасибо всем огромное за участие. Желаем всем победы, а главное – любви и взаимопонимания на долгие годы. Спасибо, что были с нами. Увидимся в универсальном формате. Субтитры подогнал «Симон»